Новые подробности взрыва на заводе Таиф-НК и последняя информация о состоянии пострадавших. Телеканал НТР начинает свое вещание. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Из-за пожара на Таиф-НК граждане Турецкой Республики были вынуждены искать место для ночлега на предприятии. Трудится порядка трех тысяч турков и не секрет, что большая часть из них проживает прямо на территории завода. Но после эвакуации ее оцепили и рабочим пришлось искать место, где можно переночевать. В основном это были квартиры, которые сдаются посуточно. Местные риэлторы, войдя в положение, цены не взвинчивали. Напомню, накануне на Таифе произошел взрыв на комплексе глубокой переработки тяжелых остатков. Огонь потушили еще вчера, однако горожане до сих пор ведут бурное обсуждение. Сегодня по одной из информаций у многих сотрудников выходной, а на заводе, возможно, уже началась проверка этого случая. Мы будем продолжать держать вас в курсе всех событий. Следите за новостями. По официальным данным, в результате ЧП пострадали пять человек. Четверо из них находятся в ожоговом центре набережных Челнов. Со слов врачей, у самого тяжелого пациента ожог 30% тела. Он в реанимации. Состояние остальных оценивается как средне тяжелое. У них ожоги лица и рук. У одного работника перелом нижних конечностей. Еще один пострадавший проходит лечение в Нижнекамске. Между тем, в социальных сетях речь идет о сотне пострадавших, в том числе и погибших. Их якобы 15 человек. Однако, эта информация никем не подтверждается. Глава Нижнекамского муниципального района Айдар Медшин провел личный прием граждан. Люди приходили с самыми разными вопросами. Старшая по дому Бызова-26 просила для своих жильцов помощи в ремонте внутридворовой дороги, а также благоустроить некогда красивый дачный массив «Березовая грива». Сейчас там нет дороги, освещения и водоснабжения. Обращались люди не только с просьбами, но и с благодарностями. В частности, люди рады, что на Бызова оборудовали пешеходный переход. О чем еще говорили и какие ответы получили нижнекамцы, узнаете в итоговом выпуске в 18.30. Теперь поговорим о спорте. В выездном матче футбольного нефтехимика клубу не помогут сразу 4 человека. Сейчас они находятся в лазарете команды. Среди них лидер полузащиты Александр Гоглоев. Накануне нижнекамцы провели очередную тренировку. Прошла она, что называется, бодро. Ребята находятся в приподнятом настроении. Тактические наработки главный тренер Устем Кузин держит в секрете. К слову, наша команда занимается на искусственном поле, и это не случайно. В Хабаровске газон искусственный. Напомню, что через два дня нефтехимик сыграет против клуба «СКА Хабаровск». Выездной матч на Дальнем Востоке состоится в субботу. Трансляцию будет вести интернет-портал спортбокс.ру. Начало встречи в 9 утра по московскому времени. Теперь поговорим немножко о погоде. Сейчас за окном минус 5 градусов. Напоминаю, связаться с нами можно по номеру 40 07 70. Или пишите нам на наш сайт ntrdefis24.ru. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»